Сегодня в Чувашии единый информационный день. В его рамках представители власти встречаются с жителями республики, задают вопросы друг другу, бывают на предприятиях и организациях. Глава Чувашии Михаил Игнатьев провел информдень в Чебоксарах. Первый пункт остановки Чебоксарская детская художественная школа искусств. А за творчество здесь постигают более 500 детей. Среди них ребята с ограниченными возможностями. Учатся они дистанционно, на расстоянии. Мы сделаем с тобой шляпку, как в прошлый раз делали. Аккуратненько, не спеши только. Через компьютер установлена специальная программа, где дети могут и групповое занятие проводить. Я провожу с ними предмет историй, знакомлю с изобразительным искусством. И индивидуально. Плоды своих трудов и кабинетов, в которых рождается искусство, демонстрируют гостям. Школа по-своему уникальна. Здесь своя анимационная студия, в которой делают мультфильмы. Собственный этнографический музей. В нем создан интерьер Чувашской избы, собрана утварь, бывшая в обиходе Чувашии. А рядом поделки воспитанников школы. Словом, есть что показать всей республике. С учетом того, что 2014 год является годом культуры, надо здесь вообще по плану мероприятий, проведение культуры, на экскурсии привозить. Национальный музей есть, но здесь по-другому, реальные практики сделаны. Выпуск кровельных и стеновых материалов тоже своего рода искусство. На предприятии «Степп» делегацию знакомят с производством. Компании выпускают продукцию для промышленного, гражданского и индивидуального строительства. Тут ищут новые решения, которые всегда вызывают повышенный интерес. Это наше новое направление. Это так называемый «теплый металл». Неподельный интерес в преддверии зимы к дорожным организациям. Кагти подготовлены к сезону. Техника и специалисты «Доракс» это зимой вновь будут на улицах столицы. Дорожники рапортуют, что все идет по плану. Вместе с тем, пользуясь случаем, предлагают обновить автопарк. Много все-таки старых. Ломаются они, да, действительно ломаются. И хотелось бы побольше новых. В этом году мы из бюджета даем поддержку. Две единицы, да? Две единицы, да. С пятого декабря. Сейчас смотрим, что будет возможно на следующий год, потому что предприятию уже самому тяжело. Во-первых, он по кредитам рассчитался практически, которые были там больше 15 миллионов рублей, по-моему. Лизингов много взял. Но будем смотреть при проектировании бюджета. На встрече с главами люди говорят о насущном. Поддержки многодетных семей, росте зарплат, конкретных проблемах. Эти темы потом перерастают в поручения, которые отрабатываются уже во властных кабинетах. Ольга Григорьева, Оксана Александрова, Николай Яковлев, Республика.